На улице азких десантников таки наступил праздник. Разрабы оставили свои попытки закручивания гаек и устроили поворот на 180 градусов. Как результат получаем бафы. Множество бафов, что добавило разнообразие для перечни актуальной снаряги. А вот враги получили неплохую дозу нерфов. Результат вы можете наблюдать сами. Количество одновременных игроков до бафов непрерывно падало, с минимальным значением в 10 тысяч. Теперь же вернулось куда больше народу. И на этот раз люди задержались подольше, сравнивая с так называемым первым крупным обновлением 6 августа. Получается, что правки баланса оказались эффективнее нового контента. Хотя справедливости ради стоит отметить, что получили мы неплохую заслугу на тему химикатов. И всё же стоит признать, правки баланса оказались очень эффективными. Объяснить это можно тем, что игра по своей сути и так очень увлекательная. Здесь ничего менять не нужно, ведь геймплей хорош. В качестве сравнения, я бы хотел использовать The Forest Descendant. Тоже игра типа живой сервис, хотя и другой категории. Этот проект тоже получает разные улучшения. Причем в большинстве своём положительные. Но аудитория лишь падает. Разница здесь в том, что геймплей тут по своей основе плох. Реиграбельность полагается лишь на фарм наград, вместо интереса для игрока. И как бы местные разрабы не пытались улучшить игру, одних лишь правок баланса тут недостаточно. Много систем нужно в корне пересматривать. А вот Helldivers 2 как раз не имеет проблемы такого рода. Здесь просто приятно играть каждую сессию. И несмотря на падение одновременных игроков, у игры сохранилось широкое сообщество на разных платформах, которое было готово вернуться в честь хороших примен. И теперь, когда мы таки получили эти бафы, можно наблюдать рост популярности и положительные отзывы. Хотя возникла теперь другая проблема. Разрабы могли переборщить с бафами. Как для доступности игры это хорошо, но сложность игры значительно упала, что теперь отталкивает более хардкорных игроков. Благо, они в меньшинстве. Но всё равно странная ситуация. Ведь совсем недавно игра получила новый уровень сложности. И уже соглашаются разрабы, что право добавлять очередную сложность. Как ни смотри, а баланс штука сложная. Со временем это наверняка доработает. У первой части было вообще 15 уровней сложности. И до сих пор не принесли фракцию пришельцев. Хочется верить, что разрабы не будут больше терять из виду важные. И будут шустрее реагировать на происходящее. Да и контент новый всегда приветствуется. А пока что на этом всё. И как обычно, благодарю всех спонсоров за поддержку канала. Всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok